Друзья, всем привет! Вы на YouTube канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня в этом видео хочу вам показать две посылки, которые я получила для обзора. Обе посылки с натуральными средствами. Одни средства для уборки, а вторые средства уходовые. Вся продукция очень интересная, красивая, поэтому смотрите видео до конца. Всем желаю приятного просмотра. Сначала хочу вас познакомить с компанией, которая называется Уральская мануфактура. Это фабрика, которая имеет рабочую площадь 650 метров квадратных и на которой трудится 24 человека. Фабрика основана с 2009 года и славится она тем, что производит косметику, ручной работы и 100% натуральных ингредиентов. Мне посчастливилось потестировать линейку, которая называется Биомама. Это их новая линейка. Первое, что я потестировала, это таблетки для посудомоечной машины. Здесь 30 штук. Смотрите, какая красивая упаковка. Мне кажется, она полностью соответствует эко-продукции. Такой красивый, креативный дизайн. Но самое главное, что эти таблетки абсолютно безупречны в своем составе. Они полностью натуральны и абсолютно безопасны. Значит, таблетки прекрасно очищают посуду от жира. Они великолепно моют бокалы. То есть, стекло остается без разводов. Оно блестит. И самое главное, конечно, состав. Давайте я немного на нем остановлюсь. Он однозначно заслуживает внимания. Таблетки не содержат и агенные павы, без фосфатов, фосфанов, от души, красителей, без активного хлора, без тринатриевой соли и без фталатов. Вот такие вот абсолютно безопасные таблетки. Вот так вот они выглядят. Белые, нет ничего лишнего. Я понюхала таблетку. Она не имеет абсолютно никакого запаха. Я уже давно тестирую продукцию с натуральным составом. Иногда было такое, что у продукции хороший состав, но чистящие свойства слабее. Это совершенно другая история. Таблетки прекрасно очищают и в то же время имеют хорошую безопасную формулу в составе. Только что помыла посуду с таблетками Биомамы. И давайте покажу, какая чистая посуда. Во-первых, кастрюля. Смотрите, нет следов жира, нет следов грязи, разводов. Затем помыла бокал. Тоже нет никаких разводов. Давайте покажу еще ложки. Вот такая вот чистая ложка. Еще одна вилка. Все очень хорошо промылось. Следующая из линейки Биомамы это средство для мытья посуды. Средство концентрированное. Здесь 460 мл. Тоже смотрите, какая симпатичная упаковка. Но самая главная особенность этого средства это то, что по чистящей формуле оно нисколько не уступает тем средствам, которые я покупаю в супермаркетах. То есть это средство точно так же прекрасно отмывает жирную посуду в холодной воде, экономично расходуется, но есть, конечно, большие но. Первое отличие в том, что это средство мгновенно смывается водой, не остается ни на губке, ни на посуде. И при этом это средство сохраняет свою моющую формулу. То есть пенка сохраняется достаточно долго, посуду вы успеете помыть много, но при этом вы будете уверены, что нигде, ни на какой поверхности это средство не осталось. Второе отличие это, конечно, состав. Он без СЛС, без парабенов, без ПЭК, без хлора, без фосфанов и фосфатов, отдушек и красителей. Средство действительно ничем не пахнет. Это его третья особенность. Вообще никакого аромата. В моей истории это первый раз. Все равно какой-то аромат легкий да присутствовал. Здесь ничем не пахнет средство, оно полностью прозрачное. Поэтому если вы любитель всего натурального, то рекомендую вам обратить внимание на компанию Уральская Мануфактура и именно на линейку Биомама. Ссылочку я оставлю под видео. Кого заинтересовали средства, обязательно пройдите, посмотрите. И последнее, что я попробовала, это мыло хозяйственное, твердое, натуральное. Сварено оно из кокосового масла. Вот такая вот симпатичная коробочка. Мыло имеет вес 150 грамм. Оно подходит для мытья посуды, овощей, фруктов. Также подходит для мытья детских игрушек, одежды и чистки обуви. Вот так вот выглядит натуральное хозяйственное мыло. Не желтое, к которому мы привыкли, а вот такое вот белое. Мыло не имеет абсолютно никакого запаха. Из особенностей могу сказать, что мыло гипоаллергенное и изготовленное из 100% натуральных ингредиентов. Я мыло потестировала. Я помыла детские игрушки резиновые, на них была грязь и плесень. Мыло прекрасно все отмыло. И также постирала несколько детских кофточек, на них были свежие пятна. Мыло также справилось со своей задачей. Но я думаю, что нужно его показать в работе, поэтому давайте его вместе потестируем. Буду стирать белые шнурки. Здесь у меня следы краски от обуви. И также есть следы грязи. Шнурки хорошенько намылю мылом. Смотрите, как мыло хорошо пенится. То есть оно экономично расходуется. В основе этого мыла кокосовое масло. Вот, все. Шнурки полностью в пене. Мне кажется, они уже сразу начинают белеть. Теперь оставляю шнурки минут на 20-30. Затем прополоскаю водой. Покажу вам, конечно же, результат. Смотрите, какой блестящий результат. Абсолютно чистые белые шнурки. Следующая компания, с которой я хочу вас познакомить, называется Ферн Фловер. Компания производит продукцию для жителей мегаполисов. И в каталоге этой компании вы найдете огромный выбор средств по уходу за телом, лицом, волосами. Я для обзора получила один продукт. И смотрите, как красиво он был упакован. Я выбрала шампунь, который называется Бодрящий Мохито. Подходит он для жирных волос. Это шампунь Баланс и свежесть. Смотрите, какая симпатичная бутылочка. Здесь 200 мл средства. Начну я, конечно, с аромата. Аромат у этого шампуня необычно запоминающийся. Ярко выраженно этот шампунь пахнет мятной жвачкой. Поэтому рекомендую этим шампунем волосы мыть утром. Просыпаешься сам, просыпается кожа головы. Получаешь такой некий заряд энергии от этого шампуня. По моющим свойствам шампунь не идеально подошел. Он в меру пенится, то есть не дает такой обильной шапке пены, которую потом тяжело смыть. Хорошо промывает волос по всей длине. Не пересушивает ни у кончиков, ни у корней. Заявлено, что шампунь подходит для жирных волос. Это действительно так. Он прекрасно устраняет зуд, шелушение. За счет того, что в составе здесь есть лайм и лимон. Вот именно этот эффект свежести головы достигается. Также в составе здесь есть экстракт березы, ивы, череды, шалфея. Именно эти компоненты делают волосы блестящими, послушными. Поэтому шампунем я осталась весьма-весьма довольна. Могу вам его порекомендовать. Обязательно оставлю ссылочку на магазин. В магазине эти шампуни представлены в ассортименте. То есть можно выбрать шампунь именно для своей проблемы. У меня как раз была проблема жирность волос. И мне кажется, этот шампунь мне отлично помог. И на этом, друзья, у меня сегодня все. Надеюсь, что средства были для вас интересны. Обзор полезен. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока!